Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот добралась я до описания сортов огурцов, потому что многие уже начинают спрашивать, какие сорта выбрать. Сейчас я расскажу о сорте, который идеально подойдет, ну, именно такой. Не обязательно вот этот могучая кучка, но когда вы будете выбирать для теплицы, для получения раннего урожая, ориентируйтесь примерно вот на такие характеристики. И у вас будет очень много ранних, хороших, вкусных плодов. Я уже говорила, что от выбора сорта зависит очень многое, и если вы хотите получить ранний урожай в теплице, нужно обязательно выбирать F1. Пчелоопыляемые нам не подходят, потому что в это время будет еще холодно, двери все будут закрыты. Вот я нынче снова расширила немного, я когда-то его два года назад, по-моему, покупала. Обычно я в прошлом году говорила, что у меня каждый год есть Настенька F1, внучок F1. В том году описывала я Бедретту, которая тоже идеально подходит вот для этих целей, для раннего урожая. Вот она, Бедретта. Про нее уже есть и видеообзоры, и все. Вот про этот сорт я еще не рассказывала, но он достоин того, чтобы мы обратили на него внимание. Написано, щедрый урожай корнишонов, без опыления, 9-10 завязей в узле. Так, огурец, могучая кучка, необыкновенно урожайный, скороспелый, 43-46 дней, портенокорпический гибрид для выращивания в теплицах, под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте. Растение сильнорослое, средневетвистое, с букетным заложением завязей, 10-9-10 в узле. Плоды цилиндрической формы, длиной 10-11 см, диаметром 3,5-4 см, массой 90-100 см, темно-зеленые, с частыми бугорками, среднего размера и белым опушением. Гибрид дружно и обильно плодоносит, даже в неблагоприятных погодных условиях, обеспечивая щедрым урожаем сладких хрустящих корнишонов. Рекомендуется для засолки, маринования, приготовления свежих салатов, устойчив. Урожайность 10-12 кг с квадрата. Посев на рассаду. Вот здесь написано, смотрите, посев на рассаду в конце апреля, высадка в грунт в начале июня или конце мая. Значит, если я его собираюсь сеять в теплицу, я уже буду не в конце апреля, а в конце марта начинать сеять. Потому что те сорта, которые я высаживаю в теплицу, мы делаем ранний посев, потому что мы их раньше высаживаем. Не в июне же мы их высаживаем, мы их высаживаем, конечно же, в мае. Вот что я хочу уточнить про этот, как обратить ваше внимание, почему я выбираю именно его. Вы уже слышали, возможность получить по 9-10 огурцов в одном пучке. Пучковая запись, зависть. Если вы создадите ему благоприятные условия, будет плодородный грунт, будете поливать. Вот эти вот огурцы, они лезут буквально с каждых дырок, 9-10 штук в одной. И еще, несмотря на то, что это гибрид, он хорошо подходит для засолки. Потому что многие, как и я раньше, ну такие гибриды раньше были, мы раньше как отсортировали. Если гибрид, значит не солим. Для засолки выбираем именно вот такие вот, ну, сортовые. Но в сортовых много пустоцветов, у них всегда меньше урожай. И если вы будете выбирать вот такой вот сорт, на которых и много завязи в одном пучке, и который ранний, скороспелый, и который подходит для засолки, то это будет идеальный вариант. Вот, один из сортов, который подходит для получения раннего урожая идеально, скороспелый, без опыления дает урожай. По 9-10 штучек в одном пучке и пригоден для засолки. Могучая кучка, рекламирую. Если увидите, можете купить. Но также, конечно, я в этом году брала и Настеньку, и Бедретту, и Внучок, все, которые я на протяжении многих лет выращиваю. А вот эти я каждый год, то один, то другой сорт, покупаю какой-нибудь в дополнение к моему основному составу. До свидания. С вами была Ольга Чернова и мой краткий обзор гибрида портенокарпика для получения раннего урожая. Могучая кучка.